Господи, благослови! Христос воскресе, братья и сестры! Мир всем любящим Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу! Да пребудет на вас благословение Божие! А кто ненавидит Бога Пресвятую Троицу и попирает закон Его, да постигнет того гнев и суд Христов, и да прославится имя Божие вовеки! Аминь! Аз многогрешный епископ Марк, с паствою являемся чадами Русской Православной Церкви Царской Империи и верноподанными помазанника Божия и царя-патриарха Зосимы. Своим словом желаем засвидетельствовать и выразить свою поддержку нашему Государю, последнему помазаннику Божьему, который на данное время за проповедь Слова Божия, обличение ереси МП и нечестивой антихристовой власти находится в вузах, но не в силе Бог, а в правде. А правда сегодня такова, что многие законы иудействующие эрефии являются антихристианскими и хулят Бога, навлекая на русский народ, который принимает эти богохульные законы, проклятие Божие. «Православные люди, просыпайтесь, ибо нас вовлекли в богохульство и предательство Бога». Так во второй статье Конституции РФ сказано, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Но такие же слова написаны в Библии Сатаны. Мы вместе с нашим царем-батюшкой отрекаемся этих слов. Мы, православные Царской Империи, не соглашаемся с таким законом. Для нас высшей ценностью является Бог во Святой Троице и Его святые заповеди. И мы всем сердцем принимаем Его в верного посланника, державного патриарха Зосиму. И будем стоять за Него, потому что с Ним Бог – Дух Святый, а мы хотим быть с Богом. В 29-й статье Конституции РФ сказано, что запрещается пропаганда религиозного превосходства. Мы не согласны с таким законом, ибо это в корне противно Евангелию и вере православной. В Святом Писании говорится, «Один Господь, одна вера, одно крещение». А эта 29-я статья узаканивает все религии, делая их равными между собою. Все ереси, лжеучения, тоталитарные секты, оккультные организации ставят на один уровень с истинной верой православной. Мы протестуем против такого закона, ибо суть его сатанинская. Еще больше дьявольская суть 29-й статьи главного закона РФ выявилась тогда, когда в 2016 году была в РФ зарегистрирована сатанинская церковь. И что же получается? Православная церковь и церковь сатаны теперь равны предзаконам? Какое богохульство и какое безумие? Нет, мы, чадо русской церкви, царской империи, такого принять не можем. Хулить Бога, принимая и соблюдая такой закон, мы не будем. Мы будем стараться прославлять Бога и защищаться за веру православную. И да поможет нам в этом всемилостивый Господь молитвами Богородицы и нашего державного Владыки. Еще есть дальше. Если дальше разобраться в этой 29-й статье, то мы увидим, что она к царской империи не относится. Там сказано, что запрещается религиозная пропаганда, а наш царь-патриарх Зосима, которого пытается, поправ все законы, судить всея нечестивая антикрестовая власть, не занимается пропагандой. Державный Зосима проповедует Слово Божие, к нему слово пропаганда никак не относится. За проповедь Слово Божие его и заключили вузы сия, беззаконная власть эрефии. Не относится слово пропаганда также и ко всей царской империи, и БРПЦ царской империи проповедует, а пропаганду ведут именно волонтеры антихриста, служители этой сатанинской эрефовской системы религиозного равноправия. Просыпайся, русский народ! Тебя приравняли с сатанистами, а ты молчишь, тебя подвели под проклятие, а ты раболепствуешь пред своими поработителями. Нам Господь послал помазанника своего, через которого нас желает вывести из рабства иудейского. А ты молчишь, когда сия антихристовая власть желает убрать со своей дороги главного борца за правду Христову державного владыку Зосиму. Кто не проснется и не выйдет из нечестивой эрефии, те все на себя ощутят праведный гнев Божий, а за помазанника своего и свою церковь Господь защитится и посрамятся все враги Христа Бога нашего. Анафема всем, кто написал вторую и двадцать девятую статью и все нечестивые законы Конституции РФ. Анафема! 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 Господи, спаси, сохрани, вразуми, укрепи, помилуй и не остави нас грешных чад Твоих и всех людей, ищущих истинного спасения. Слава Христу! Смерть нечестивому, оти Христу! Аминь! Анафема!